Привет, привет! Всем добрый вечер! Мы сейчас подождем, пока все подключатся. Пока что для всех, кто будет смотреть в записи, меня зовут Ольга Ермилова. У меня сегодня с вами будет классный эфир. Практически в полдевятого вечера я решила поговорить о любви к себе. Кому, как не к себе. Я даже накатала классный пост, где вы написали много вопросов, поэтому я, в общем-то, с ноутбуком, для того, чтобы их видеть. И я сегодня хочу поговорить о развитии в ключе, а не том, к которому мы привыкли. Мы всегда привыкли развиваться из-под палки и говорить, что для того, чтобы мне заставить что-то в жизни сделать, жизнь должна меня отрухануть, или я сам себя должен бросить в какие-то критические обстоятельства, зажать, простите себе, яйца дверью, вот, то есть, чтобы заставить себя двигаться. До тех пор, пока мне ничего по голове не бомбанет, я ничего делать не буду. И многие люди себя бросают в этот ледяной какой-то котлован, и затем начинают страдать, развиваются от страдания, то есть, я вынужден развиваться, потому что мне сильно плохо, только так я могу заставить себя что-то делать. И затем, когда вы начинаете так развиваться, в какой-то момент вы начинаете чувствовать себя несчастным от этого, потому что вы осознаете, что, по сути, все для того, чтобы вам развиваться, точнее, для того, чтобы вам развиваться, вам постоянно нужно себя прижимать какие-то части тела дверью. То есть, вы становитесь, ну, простите, таким зависимым человеком от боли, который постоянно себе делает больно, себе, естественно, другим, потому что, когда мы страдаем, страдают и наши близкие, нам же плохо, нам нужно, чтобы другим было плохо, естественно. Что же я один-то тут страдаю? В общем, в итоге мы как бы развиваемся, но в страданиях. Это из серии того, когда вы начинаете зарабатывать деньги, но при этом вы страдаете, потому что вы понимаете, вы все время говорите о том, что у вас нету жизни, вы никого не видите, вы поменяли семью на деньги, вы добытчик, вам это нужно. И вот все время, что бы вы ни делали, у вас постоянно идет история про страдания. И есть как бы второй такой способ, не совсем ясный нашему менталу, который заключается в том, чтобы развиваться от удовольствия. То есть развиваться не в контексте того, что я развиваюсь только, когда мне плохо, а я развиваюсь, потому что я хочу, чтобы мне было хорошо, я развиваюсь, потому что мне нравится развиваться, я развиваюсь, потому что я хочу измениться, потому что я хочу увидеть себя другим. И такая модель тоже в жизни существует, несмотря на то, что она нам не сильно знакома. Так, друзья, я хотела бы, чтобы мы тут с вами, вас в чате уже какое-то количество есть, людей, чтобы вы что-то написали, а то я знаю, что я много разговариваю и пью, я пью по психолу, если что, не думайте, что я тут бухаю в кадре, я и не в нем тоже не пью, люблю, когда вы тоже что-то пишете, тогда я знаю, что нам с вами есть о чем говорить, я буду сейчас больше трогать вопросы, которые здесь написаны, но если будут какие-то интересные вопросы в чате, я буду стараться на них отвечать. Итак, давайте посмотрим, сейчас я посмотрю немножечко, чтобы мы каким-то образом, ну вот хочу, давайте начнем с такого интересного сообщения, которое написали, как выстроить, когда весь мир против тебя, бесконечные палки в колеса отовсюду, но помните, есть такая красивая фраза «красота в глазах смотрящего» и суть очень простая, я недавно вела эфир на тему того, что существует пространство вариантов и по сути мы сами выбираем позицию того, как смотрит на нас мир и как смотрим на него мы. То есть, если вам кажется, что все люди специально сговорились, чтобы ставить вам в палки в колеса, все специально нас говорили, чтобы сделать вам плохо, то это всего лишь ваша реакция на мир. У меня есть такой очень классный пример, который, возможно, вам будет более понятен. Когда-то, когда это было порядка 13 лет назад, я сдавала на права, училась водить машину. И я очень хорошо помню свой первый раз, когда я выехала сама, купила машину, взяла ее в кредит. И я помню, когда я сама первый раз выехала на дорогу. Вот вы знаете, и мне, естественно, мой тренер по вождению, он говорил, Оля, не надо изначально ездить самой в центр, езди с кем-то. Но я решила, что если я буду зависеть от кого-то, кто будет рядом со мной сидеть и тем более бояться ездить в центр, а что же я буду бояться, если мне центр именно и надо. И я, конечно же, первый раз решила поехать именно в центр. И я помню, когда я ехала по дороге, свои ощущения и мысли о том, что все водители на дороге специально сговорились и давят меня. То есть я считала, что все абсолютно водилы, они знают, что я первый раз за рулем, и они меня все время вытесняют, не пропускают. То есть у меня было абсолютное четкое убеждение, что так и есть, что они видят, что я девочка за рулем первый раз. Вот я считала, что все водители, они заняты ни дорогой, ни своей жизнью, ни тем, куда они едут, а они заняты мной. У меня было такое убеждение. И уже позже, когда я, конечно, набралась опыта, когда я уже выработала свою собственную манеру вождения, я поняла, что никому на дороге, в принципе, нету до меня дела, никто не хочет мне сделать плохо или хорошо, никто обо мне не думает. Мы едем как бы так, как мы едем. И ты просто должен понять, каким образом ты водишь, какая у тебя манера, ты резкий, ты подрезаешь или ты всех пропускаешь, стоишь в стороночке, ты любишь ездить в правом ряду медленно или в левом ряду. То есть тебе нужно себя найти. И дело не в том, как другие себя ведут, а дело в том, какую манеру выберешь ты. Так вот, когда вам кажется, что все вам вставляют палки в колеса, когда вам кажется, что весь мир против вас, это ваша манера жертвы, ваша манера жертвы. То есть вам необходимо свою жертвенность подчеркнуть. Я замечаю, так ведут себя очень многие люди, например, тогда, когда они в каких-то ситуациях неправы, они не понимают, как себя вести, и они всегда говорят, ну, вы виноваты, вот это все из-за вас, вы бы могли повести себя все по-другому, но я знаю, что вы такие. То есть они переворачивают ситуацию таким образом, что вы всегда окажетесь виноваты. Но дело не в том, что вы виноваты, дело в том, что этот человек себя так оправдывает. То есть когда человек не знает, как решить какую-то ситуацию, позамечайте это, он тут же вас во всем обвиняет, закрывает двери или, условно, выходит из чата, и все, это его защита, он не знает, как вести себя по-другому. И вот если в жизни вам кажется, что все против вас, то эта история не про всех, это история, первый вопрос, который вы должны задать, почему я все время спасаюсь бегством, почему я считаю, что другим людям есть до меня дело. Я уже всем говорила, примите это, и вам будет гораздо легче жить, что всем на вас наплевать. И не страдайте от этого, наоборот, поймите, что это круто. То есть вы имеете право делать то, что вы хотите. Никому нету до вас дела не в контексте того, что люди стоят и на вас плюют. Люди заняты своей жизнью, займитесь и вы своей. Не надо вот вместо того, чтобы подумать, что я могу сделать, чего я хочу, куда я хочу развиваться, какой я. Как-то начать себя изучать, мы все время паримся тем, что о нас думают другие, что другие хотят нас обидеть. Вы живете, смещая свой фокус зрения, себя на что угодно. На что угодно. Вы готовы делать все, что угодно, ложиться под любой поезд и трактор, только чтобы не думать о том, что ответственность лежит-то на вас. Потому что как только ответственность на вас, сразу появляются вопросы. А почему я так выгляжу? А почему у меня такие отношения? Почему я столько зарабатываю? Почему я что-то не могу? И это те вопросы, которые являются болезненными. Поэтому гораздо проще сказать и обсуждать какие-то вопросы, связанные с тем, что вы жертва, что вас обидели, что с вами что-то произошло. Люди, обычно, обычные люди делятся на две категории. Одна категория, которая всегда жертва, вторая категория, которая спасатель. Они всегда, знаете, как такие птички, которые чистят перышки другим, не свои, а другим. Как только есть какая-то проблемная ситуация, эти люди загораются, у них такая красная лампочка появляется, они бегут спасать других, они все время другим помогают. Вот вы можете к ним обратиться, и если вам нужен миллион долларов срочно собрать, если вам нужно, чтобы с вашей мамой старенькой кто-то посидел. У меня был такой один знакомый, который… в общем, у одной знакомой моей мамы умерла бабушка старая такая, достаточно. И совершенно дурацкая ситуация, но я вам хочу ее рассказать. И эту бабушку надо было… простите, труп этой бабушки почему-то, ее надо было спустить на первый этаж из старого дома. И ее не могли ни на носилках, ни на чем спустить, потому что лифт какой-то маленький. Ну, в общем, так получилось. И он, этот человек достаточно молодой, который был спасателем, у него роль была такая, ему позвонили, он закатал бабушку в ковер какой-то и поднял ее и в лифте с ней спустился. Для меня это был вообще шок, когда мне мама рассказала эту историю, для меня был шок. Как человек, у которого много энергии, но для себя он никогда ничего не делал, он всю жизнь был очень бедный, там, я не знаю, как он сейчас живет. То есть, очень много людей являются спасателями. И, кстати, волонтерство очень у многих тоже относится к тому, что люди настолько боятся заниматься своей жизнью, что они себя посвящают другим. Я сейчас не ставлю на этом критерии, клише точнее, хорошо это или плохо. Я вам просто говорю о том, почему это зачастую происходит. Хотя я считаю, что если бы волонтер, человек взял бы фокус на себя и решил бы стать успешным. И, конечно же, богатым человеком, он бы помог гораздо большему количеству людей. Мое личное мнение, моя позиция, тем не менее, каждый имеет право на свою. Поэтому вы должны очень четко осознавать, что миру на вас наплевать, на каждого, мы каждый сам за себя. И в тот момент, когда вам кажется, что все против вас, это ваши страхи, ваш личный эгоизм и ваша боязнь просто разобраться со своей жизнью. Ни больше, ни меньше, ничего такого нет. Поэтому, кто тут? Оксана Петряева, палки в колеса ставите только вы себе и все, вашим страхом. Так, как много человеку мало, два дня погружения, рерайтеры у меня мало, я теперь эфир. Так, 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 сейчас. Все, я просто смотрю, что вы писали, а вы тут все оказывается счастливы, что я вышла в эфир. Хорошо. Давайте, поехали дальше. Мне кажется, вселенная мне не помогает или, возможно, я не вижу знаков от нее или веры не хватает. История туда же. Я считаю, что мне должны помогать. То есть, запомните, я хочу, чтобы вы это поняли, потому что это проявляется в очень разных моментах. Каждый раз, когда вы считаете, что у вас в жизни что-то не то, потому что вам не помогает Господь Бог, президент, вселенная, ваша мама, ваш любовник, ваш муж, ваш код или кто-то еще, или знаки, это говорит только о том, что вы не используете. Вот смотрите, сегодня у нас как раз классная тема на рерайтере была. Наш мозг является нашим пультом управления. Когда мы с вами приходили на землю, нас выпускали, ну, знаете, как будто бы из большого вертолета выбрасывали. Если вы смотрели мультик «Душа», очень классно посмотрите этот мультик, там вот образность того, как души летят на землю. Вот похожая такая история. Большая дра, значит, и душа готова лететь на землю. И вот я думаю, что картина была приблизительно такая. Какой-то вселенский творец, который, естественно, присутствует в нашей жизни, он подумал, ёбсель, ну такое большое количество людей, но как же сделать так, чтобы каждый этот человек мог получить то, что он хочет, но я просто физически не смогу за всеми смотреть. И он нам в голову засунул мозг перед тем, как нас отправлять на землю и говорит, слушайте, вот мозг, ну это же просто, мозг, это же безумно сложная система. Вот мозг программируется, это ваш пульт управления от жизни. Ну как бы то, что ты хочешь, то, что ты себе выбираешь, что ты и получаешь. И нас очень классно, каждому нам засунули по мозгу и выбросили нас рождаться. Но мы родились, а никто, ну не никто, но огромное количество людей не догадывается, что то, что ты себе желаешь, то, что ты выбираешь, то, что ты о себе думаешь, что ты и получаешь. Никто не догадался, что схема работает именно так. И почему-то люди стали думать о том, что жизнь нужно усложнять, что жизнь нужно делать какой-то, выбирать себе трудные пути. Родились эти убеждения, что мы легких путей не ищем, нам нужно все самое сложное и так далее. Надо нести свой крест. Ну я, в общем-то, из эфира в эфир повторяю одни и те же фразы, которые как бы мы для себя и выбираем. А теперь скажите мне, почему? Почему? Почему вы не используете свой мозг, который абсолютно программируем? Почему вы его программируете все время на неудачи? Почему вы выбираете для себя историю про то, что вселенная вам не помогает, никто вам не помогает, денег вам никто не дает, здоровье у вас хиленько. Посмотрите, что происходит сейчас. Я, кстати, хочу, пользуясь случаем, дать вам эту информацию, поскольку мы живем с вами во время коронавируса. Почему я вам не рекомендую искренне слушать никакую информацию о коронавирусе? Объясню вам. Дело в том, что каждый человек делится каким-то своим определенным опытом. Я не знаю, болели ли вы коронавирусом. Я болела уже один раз, я болела коронавирусом в легкой форме, все прекрасно и замечательно в моей жизни прошло. Болела практически вся семья. Если бы у меня не пропало обоняние у единственной в семье, мы бы и не поняли, чем мы болели. Но история заключается в следующем. Сейчас люди начали болеть по второму разу, многие говорят о том, что у них падает иммунитет. И вот человек начинает рассказывать, значит, какой-то ваш друг, знакомый пишет в ленте о том, как он тяжело болеет. Потом он начинает рассказывать, что как-то у него стало меньше сил, потом он долго восстанавливается. И вот он этим делится. Наш мозг очень хорошо программируем. И вы для себя записываете программы уже не с телевизора, а уже от близких людей, что да, болеть коронавирусом будет падать иммунитет. Ага, что еще может быть? Ага, значит, может быть еще очень плохо. Я не говорю, что это не происходит с людьми, но я говорю о том, что мы очень внушаемы. И чем больше вы слышите подобных историй, вы их берете в заправду и затем начинаете искать у себя. И вы ментально сами разрушаете затем свой иммунитет. И вы ментально, чем больше вы говорите о болезнях, тем больше вы становитесь уязвимы. И тем сильнее и серьезнее последствия у вас могут быть. Поверьте мне, если мы утром с вами встанем, а я вам, например, сделаю прямой эфир и скажу, сегодня очень тяжелый день. Сегодня вы все будете чувствовать себя угнетенными. Сегодня такие звезды, что ничего у вас складываться не будет. Я вам даю гарантию, что шансы успеха вашего дня улетят просто на низ, потому что вы будете ожидать, что все, что с вами будет происходить, вы не будете ждать успеха. Вы будете знать, что сегодня тяжелый день. Вы будете знать, что сегодня вы будете плохо себя чувствовать, потому что сегодня не так стоят звезды. Так происходит. Эти вещи замеряются даже с помощью специальных приборов, если… Господи, я не могу сейчас выговорить это слово «энцефонограф». Короче говоря, приборы, которые замеряют, когда мы даем разные реакции, разные команды нашему мозгу, которые замеряют, как наш мозг в этот момент себя ощущает. И мы действительно, например, когда вы тренируетесь, занимаетесь спортом, и вы говорите себе «я не могу, я не могу, я устал, я не могу», вы действительно замедляете все процессы, и вам гораздо сложнее тренироваться, нежели чем, когда вы себе повторяете, что «я могу, у меня много сил и много энергии», это действительно прямо в этот момент воздействует на наш организм. Поэтому речь идет о том, что мы сами выбираем для себя абсолютно все. И те люди, которые с детства растут, и им говорят «ты болезненный, ты всегда болеешь, у тебя слабое здоровье», они всегда гораздо слабее. И человека можно действительно убить через его мысли, внушая ему те или иные вещи, что с нами и происходит. Поэтому я говорю о том, что свой пульт управления нужно очень сильно защищать. Вы же не берете пульт от телевизора и не льете на него попсиколу, сверху не мажете его кремом, потом засовываете его в духовку. Нет, вы понимаете, что он не будет работать. Но в свой мозг вы пускаете информацию, самую разную, грязную, вы обсуждаете страшные вещи, вы смотрите дурацкие программы, вы смотрите политические в себе какие-то непонятные штуки, которые вам вообще не нужны. И у вас нет ни сил, ни энергии, и ваш мозг думает совершенно о другом. Речь идет об этом. Вы вольны это выбирать. Вот, собственно, и все. Так, почему у меня гаснет эфир, непонятно. Полностью согласна с вами про корону. Вот, это прекрасно. Я еще раз говорю, я ни с чем не собираюсь спорить. Моя цель, чтобы как можно большее количество людей было здоровыми. Поэтому я вас очень прошу не слушать, не читать и не воспринимать. Наоборот, повторять себе, я здоров, я прекрасно себя чувствую, и если с вами произойдет заболевание, сказать себе, я очень быстро выздоравливаю, никогда мы не произносим, болею стерто-стерто, я выздоравливаю, я быстро прихожу в форму, я прекрасно себя чувствую. Окей, если моему организму нужно отдохнуть, я отдохну, но я не восприимчив и не буду искать у себя, о Господи, я не могу встать, у меня заела спина, сколько я буду восстанавливаться, я буду восстанавливаться прекрасно. Огромное количество людей, я читала, и мне кажется, это такая переносная реакция, что потом не могут долго заниматься спортом, проблемы с сердцем. Я вам скажу, я вышла после короны через неделю заниматься спортом, сразу же вернулась в серьезные тренировки, прекрасно себя чувствую, лучше, чем была до коронавируса, считаю, что этот момент дал мне возможность отдохнуть от спорта хотя бы, вот, и в целом прекрасно себя ощущаю. То, как вы себя настраиваете, то вы и получаете, это я вам точно говорю. Поэтому, чем больше вы ищете в себе болезней, тем больше вы их находите. Итак, едем дальше. Смотрим еще на то, что есть. Очень интересные вещи люди пишут, например, самое тяжелое – принять себя. Как это сделать и решиться на это? Вот я всегда задаю нам, себе, вам обратные вопросы. Что с нами произошло, что мы не принимаем себя? Ну, то есть, что с нами произошло, что главный человек, которого мы убиваем по жизни и чухаем – это мы сами. Главный человек, в которого мы не верим, в которого мы сомневаемся, которого мы постоянно наказываем за что-то, которого мы не любим – это мы сами. Я наблюдаю такую картину, что мы все время говорим о том, что нам нужно сразиться с нашими страхами, нам нужно сразиться с нашей ленью, нам нужно сразиться. В общем, мы все время пытаемся войти в сражение. Я хочу, чтобы вы запомнили такую важную штуку. Война – это всегда война. Ну, то есть, когда война, ты все время боишься, что что-то тебе вонзит или кто-то тебе вонзит нож в спину. Ну, потому что это война, понимаете, победить любой ценой. И поверьте, наши внутренние вот эти истории, которые происходят, когда мы сражаемся, мы тоже где-то можем потерять бдительность и наша плохая привычка или наш страх, он вылезет и больно ударит нам по голове. Такое происходит. Поэтому я вам рекомендую перестать сражаться вообще и с собой, и с другими людьми. И то, в чем вы видите плохое – найти хорошее. Найти хорошее – вот посмотреть, что вы в себе не любите и подумать о том, что вам это может дать хорошего. В каких случаях вам это качество, вам этот навык, еще что-то может дать хорошее. Что хорошего в этом может быть? Это может касаться как физических вещей, так и ментальных. Ну, давайте, например, у меня есть одна знакомая, которая всегда не любила свои ноги. И она им говорила, я вас ненавижу, это же надо было родиться таким ногам. Она делала все, что только могла, тренировалась, ее ноги все больше и больше росли. Но они не нравились ей, потому что они были крупные, там, знаете, ляшечки. И в какой-то момент она начала с ногами разговаривать. Тоже что-то куда-то прошла, что-то послушала, и она начала с ногами разговаривать и хвалить их. И говорить им, вы мои самые красивые ноги, вы мои самые прекрасные, я вас люблю, какими бы вы ни были. Вы знаете, непонятно, что произошло в следующие полгода, но она влюбилась в свои ноги. Ноги реально постройнели, они просто изменились, вот изменились. Я не могу сказать, что они стали там, они просто изменились. И у нее абсолютно полностью изменилось отношение к себе. Вот раньше они казались ужасными, а сейчас она стала считать их прекрасными. Я долгое время не знала, как мне жить с моим носом. У меня периодически такие были моменты, когда я думала, ну все, ну как, надо будет по-любому, я там вырасту, сделаю себе нос какой-то правильный, потом, значит, что-то там еще будет, потом деньги, когда у меня будут, я сделаю себе нос. И вы знаете, пару лет назад я даже записалась к пластическому хирургу на консультацию, и когда пришло время к нему идти, я вдруг поняла, что, ёпсель, я не хочу спиливать нос. Я не хочу становиться этой женщиной с милипиздрическим носом спиленным. А на тот момент как раз все активно пилили носы, и я поняла, что я могу превратиться в девочку с инстаграма, которую никто не отличит, которая будет слишком красивая. И меня это так, знаете, немножко спугнуло, и я подумала, что, ёпсель, я вообще в этом не уверена. Я отказалась, не пошла даже на консультацию, хотя это была вроде бы консультация. И вы знаете, с возрастом начинаешь на какие-то вещи смотреть совершенно иначе. И на те вещи, которые ты раньше считал недостатком, ты считаешь достоинством. Я, например, сейчас себе очень благодарна, что я не легла под нож пластического хирурга и не сделала себе идеальное лицо. Потому что то, что мне казалось несколько лет назад очень красивым, сейчас, простите, у меня есть большие вопросы по этому поводу. И шаблонные лица меня пугают, и мне гораздо больше нравятся сейчас девочки нетипичной внешности, потому что реально красотки стали типичные. Я не могу отличить некоторых своих знакомых, я клянусь, вам так и есть. Я не говорю о том, что это плохо или хорошо, я говорю о том, что я вдруг начала понимать вкус того, что я особенно, что у меня есть какие-то мои личные узнаваемые вещи, черты лица, такие же истории проявляются в нашем характере. Иногда, например, тебе кажется, что то, что ты, ну там, я, например, перфекционистка по жизни. Перфекционист – это человек, который все время стремится к наивысшим результатам. Во всем будет лучше. Это очень тяжело. И там с детства типа это кажется очень прикольным, но когда ты начинаешь расти в жизни, ты понимаешь, что ты не можешь вступить в нормальные отношения, потому что твой партнер все время недостаточно хорош. Что бы ты с собой ни делал, твоя внешность недостаточно хороша. Какие бы цели ты себе ни ставил, тебе кажется, что все равно есть кто-то лучше, чем ты, и ты себя сравниваешь с этими людьми. Это очень тяжелый груз и тяжелая ноша. И я воспринимала это качество всю свою жизнь именно как тяжелую ношу. Я когда выросла уже, я посчитала, что это вообще какое-то наказание, потому что это капец. Ты не можешь вообще расслабиться. То есть до 30 лет я не носила шорты, потому что я считала, что у меня недостаточно красивые ноги для шорта. Я не могу их себе позволить носить просто. И очень много таких вещей в моей жизни было, которые я не делала, потому что если я не могу сказать, что это мое достоинство, значит я вообще не буду это показывать. Я с ужасом смотрела на всех женщин, которые ходят в шортах, у которых размер больше XS, и думала, как они вообще могут себе это позволить. Не принимала себя, не принимала других. А потом в какой-то момент я вдруг подумала о том, а что перфекционизм дал мне хорошего в жизни. Ну посмотрела на него не как на сражение, не как мне от него избавиться, не как его заговорить, а как его полюбить. Ну и я начала смотреть на эти вещи по-другому. Я сказала, ну благодаря своему перфекционизму я вылезла из той жизни, в которой я была, потому что мной это очень сильно двигало. Я действительно могла продавать на базаре сейчас колбасу. Ну правда, там где я жила, как бы это нормальная работа. Я могла там продавать колбасу. Но из-за того, что я стремилась все время к каким-то высотам, и там когда я переехала на массив, а училась я в центре в школе и жила в центре города перед переездом, я полтора часа каждый день возвращалась. Иногда два часа я ездила в школу по-прежнему со своего массива, только чтобы не учиться там, а жить своей прежней жизнью, как девочки из центра города. И я осознала, что в очень многих вещах перфекционизм помог мне стать той Олей, которой я стала. И я где-то сбавила немножко обороты, поубирала, решила поубирать все, где я не могу быть первой, просто убрать это с претендентов на перфекционизм, оставить несколько главных пунктов. Я сказала, ну ты же прекрасно понимаешь, что ты не можешь быть во всем лучше, ты же в дурдом попадешь. И я сказала, ну да, я это понимаю. Давай тогда определимся с тобой. Это как, знаете, сесть на диету, но определить день щит мило, то есть когда у тебя есть компромисс. И как взрослый человек ты говоришь себе, да, я не хочу отказываться от всего, но тем не менее у меня есть цели. Поэтому я определяю свои цели и я определяю себе конкретное время, да, там слабости. Вот здесь я определила для себя, в чем я хочу расти, в чем я хочу быть первой, а в чем нет. А в чем я обычная, в чем я не соревнуюсь, в чем мне не нужно соревноваться. И когда ты очень честно проводишь с тобой этот разговор, ты начинаешь любить этот перфекционизм. Мы расставили с моим перфекционизмом все по полочкам и определили, где мы достигаем высот, где нет. Вот с моими детьми, например, точно так же. Мы, например, с ними определили, что в школе мы учимся для того, чтобы учиться, для того, чтобы создавать отношения и связи. А вот мы ходим, например, на танцы и на гимнастику, сейчас это для нас номер один. То есть выбирая между приоритетом школой и танцами, мы выбираем танцы. Я хочу, чтобы вы это понимали. Потому что у нас есть цель. Мы хотим быть, например, Ева хочет быть со своим партнером чемпионами мира. У нас сегодня такая цель. Поэтому фокус нашего зрения, нашего времени, наших денег, потому что это дорого достаточно, мы инвестируем туда. И мы это знаем. И когда нам нужно выбирать, пойти на тренировку или сделать домашнее задание, мы не пытаемся разорваться и стать перфекционистами во всем. Мы не делаем домашнее задание, мы идем на тренировку. У нас сегодня такой план. То же самое у меня происходит с гимнастикой. Да, мои дети стараются, они умнички, они пока в состоянии тянуть все. Но тем не менее для себя они знают, что им не нужно быть прекрасными во всем. У нас есть цель, к которой мы идем. И это очень важно, определять для себя цель. Не разрываться во всем. Понять, чего вы хотите сейчас. Что для вас главное. На эту неделю, на этот месяц, на эту жизнь, на ближайшие десять лет. Тот фокус, на который вы сегодня в состоянии, вот ну как бы тот период времени, на котором вы в состоянии сконцентрироваться, велкам. Я, например, очень сильно поменяла свой образ жизни. В тот момент, когда я поняла, что я хочу вместе с детьми проживать их жизнь в том числе. То есть мой фокус зрения, поэтому я сегодня, например, не корю себя, господи, у меня нету няни. Я осознанно отказалась от няни, потому что я поняла, что вот сейчас тот период времени, когда я хочу быть со своими детьми и развиваться сама. Где я должна развиваться? Я точно так же для себя определилась, в чем я хочу быть первой. В чем? Не во всем сразу. Не в ужасе, знаете, как. Я четко составила для себя этот план, определила. И мой перфекционизм сейчас – это мой партнер в достижении успеха. Я его из своих врагов перевела, увидела в нем хорошее и сказала, давай станем с тобой партнерами, давай будем вместе с тобой в этом достигать успеха. А вот это нам все не надо. Это все мы оставим другим. Мы не будем с тобой сражаться, мы не будем с тобой в панике какой-то пробиваться. Нет, мы хотим быть лучшими в этом. Видите, я все время говорю «мы», «мы». Потому что команда работает, и ваши качества – это ваша команда. Ваш страх тоже может стать вашим двигателем. Когда вы говорите своему страху «ну чего мы боимся?» Давай с тобой вот этого боимся, этого окей. Но давай подумаем, а боимся ли мы с тобой остаться неудел? Боимся ли мы с тобой не победить? Боимся ли мы с тобой не достичь этой цели? Давай вместе с тобой возьмемся за руки, давай с тобой вместе. Ты же мне так помогал. Ты благодаря тебе, я ушла от этих ужасных отношений. Ты же помог мне уйти от этого, потому что я начала бояться, и я ушла. Я боялась выглядеть не так, как я хочу, и благодаря тебе я похудела после родов на 15 килограмм. Я тебе так благодарна за это. Подружитесь. Я понимаю, что, конечно, со стороны какие-то такие вещи могут выглядеть как шизофрения. Но поверьте, шизофрения выглядит то, как бездарно мы убиваем свою жизнь, как мы прожигаем ее, как мы смотрим дурацкие программы и обсуждаем те новости, которые нам навязывают люди с телевизора. Понимаете? Как мы действительно так сильно взволнованы, насколько в какой стране мы живем, национализм, патриотизм. Ребят, ну это классные штуки, и национализм, и патриотизм. Но поверьте мне, это не имеет никакого вообще значения в жизни вашей, в принципе. Почему люди стремятся быть патриотами или отдать свою жизнь за что-то? Потому что они не могут найти больше ничего в этой жизни. Они сами себя проявить не могут. Гораздо проще себя отдать в армию, отдать себя в какой-то устой, кому-то служить и верить в чьи-то идеалы. Понимаете? Нас все время, почему нам предлагают все время варианты веры, секты, церкви? Потому что людям нужно во что-то верить, во что-то служить. У меня тоже секта. Секта – это люди, объединенные интересом. Но я вам предлагаю объединиться в интересе, изучить себя, не меня, не жить по моим правилам, а по своим, создать свои собственные, разобраться вообще, подумать как-то трезво на эту тему. А не просто сказать «Бог там, идите туда, молитесь». По сути же так и говорят. Этих убивайте, ну что такое армия? Этих убивайте, этих защищайте, эти плохие, эти хорошие. Зачем? Разберитесь сами, что есть для вас хорошо. Жизнь, как ни крути, самое прекрасное, что есть. Никакая война, никакая смерть рядом не может с этим стоять. И люди очень часто идут, потому что во что-то там верят, им что-то говорят, навязывают, потом их никто вспомнить не может. Зачем вы это делаете? Проживите свою жизнь прекрасно, созидайте. Созиданием не может быть убийство других людей или охрана каких-то мнимых границ. Я понимаю, что патриотизм воспитывают для того, чтобы управлять людьми, но мы по сути все братья и сестры, которые живут на одной земле. Поэтому не вижу как бы в этом смысла. Ну немножко другая тема, но я хочу об этом заикнуться, потому что я вижу, как некоторые люди к этому рьяно относятся. Я все время говорю, займитесь своей жизнью. Перестаньте выяснять границы, а займитесь своими собственными границами. Они у вас однозначно могут расшириться значительно. Итак, едем дальше. Что вы тут пишете? Вы изменили мою жизнь. Будьте здоровы и счастливы. Господи, спасибо большое. Всегда вспоминаю о вас с теплотой на душе. Так, ну это приятненько, конечно. Конечно, что-то завис или что? Мой компьютер завис немножечко. Сейчас, ребятушки, я обновлю страничку. Мы долго с вами общались. Нерешительность в некоторых действиях, как ее выкоренить? Ну, опять-таки, поговорите с собой и поговорите со своей нерешительностью. То есть с любым качеством начинайте разговаривать. Думайте о том, где у вас эта нерешительность проявляется, в чем она вам мешает и в чем она вам помогает, да, ваша нерешительность. Вот, например, наверняка есть какие-то такие ситуации, в которых вам нерешительность помогает. Знаете, у меня была недавно такая история. Я очень эмоциональный человек, очень эмоциональный человек. И порой в какие-то моменты, особенно отдыха, у меня съезжают тормоза, и я вместо того, чтобы сделать паузу и подумать, могу сразу же ответить на ситуацию. И вот я находилась в Египте с Евой на турнире, и произошли на некоторая там ситуация в одном кругу, и я записала голосовые сообщения, резкие. Знаете, вот взяла и голосовые. Голосовые сообщения – это вообще отвратительно в моем случае, потому что, когда я говорю резко, на сообщение я могу сказать, вы неправильно приняли мою интонацию, да, когда я ее пишу, типа, почему вы подумали, что я сказала это таким, написала тоном. Нет, я говорила другим. А когда я говорю, то ничего тут не подумаешь. И вот я записываю все эти сообщения, а спустя 15 минут понимаю, что я гоню, ну что не надо так отвечать, что вообще это дурацкая совершенно ситуация. И я пишу человеку одному, я двоим отправляю такие сообщения, я одному пишу, прости меня, пожалуйста, ну как бы, ты здесь вообще ни при чём. И отправляю это сообщение, человек мне отвечает, Оль, ты о чём? И вдруг я вижу, что мои голосовые сообщения в Египте было очень плохо со связью, они не прошли, ни одно, ни второе. Вы знаете, я была так счастлива этому плохому интернету, я думаю, господи, как же мне повезло, как же хорошо, потому что я там такого наговорила, мне так стыдно было вообще, думаю, боже, зачем я это сделала? И вот в жизни бывает точно так же, когда иногда ваша нерешительность очень играет вам добрую службу. Подумайте об этом и подумайте о том, как вы можете со своей нерешительностью договориться, в каких моментах вы ей скажете, ты мне очень помогаешь, а в каких моментах тебе лучше отступить. То есть это тоже очень-очень классно работает. Вообще вот через мир, даже если у вас любая конфликтная ситуация, происходит с какими-то другими людьми, когда вам их хочется убить, порезать, там, да, наорать, попробуйте, если вам необходимо решить ситуацию, попробуйте вывести их на нормальный разговор. То есть поговорите с ними нормально, как человек обычный. Ну, конечно, если вы увидите, что они неадекваты, ну, с неадекватами вообще еще страшнее сражаться. То есть, ну, в плане того, что они творят какие-то странные вещи. Ну, знаете, была такая когда-то тоже история, когда вы там продавали одну квартиру, мое наследство, маленькую. И был брокер, точнее, было не так. Короче, мы продавали квартиру, и ее показывали разные брокеры, эту квартиру. И на этаже, где мы ее продавали, была соседка, которая тоже как бы была брокером. И она говорит, оставьте мне ключ, я буду показывать эту квартиру. Мы говорим, ну, слушай, у нас ее показывают многие брокеры, как бы у тебя нету никакого эксклюзива, мы не хотим вот этого эксклюзива, там, чтобы один человек, она говорит, да нет, вообще без проблем, я же тут живу, я буду открывать дверь всем. Ну, в общем, квартира продается без этой тети. И мы звоним ей и говорим, а дай нам, пожалуйста, ключи, квартиру покупают. Она приходит и говорит, а где мой процент? Мы говорим, ну, какой процент? Ну, ты же ее не продавала? Она говорит, как ты не продавала? Я, мол, ее тут всем показывала. И мой муж Сереже говорит ей, ну, слушайте, она такая, сейчас. Через минуту открывается дверь и заходит такой маленький, знаете, старичок такой в трениках, в майке, ну, как по классике жанра. Он такой заходит, такой, ты что, типа, там, моя жена продавала вашу квартиру, а ты ей платить не хочешь? Ну, Сережа ему говорит, ты типа, ну, идите отсюда. Он такой, что-то, что? Ну, и Сережа ему там что-то опять так отвечает, вроде, ну, типа, выходи отсюда вообще, ну, ты кто вообще? И он берет и достает ножик и говорит, ты что, типа? И вы знаете, мы эту ситуацию очень хорошо запомнили, потому что, как говорится, с дураками лучше не водиться. Потому что, когда люди вот такие, вот знаете, у них вот такая вся жизнь, они, по сути, ей не дорожат, а мы ей дорожим. Поэтому в таких любых ситуациях, если вы видите, что люди дураки, с ними просто лучше не связываться, ну, просто потому что оно того не стоит. Вот, у нас такие жизненные уроки разные были. Ой, я вижу, вы тут мне пишете. Волнует вопрос. Стала относиться даже к трагическим ситуациям холодно и безэмоционально, просто решая вопросы, ладно, это нормально, что я такая спокойная. Вы знаете, мне кажется, это прекрасно, если вы в состоянии таким образом решать ситуацию. Нормально. Точно так же, как и нормально, если вас какой-то момент накрывает, вы выделяете себе для этого время, вы плакиваете это, выговариваете это, переживаете это и идете дальше. Самым опасным для нас является не переживание эмоций, а превращение нашей жизни в постоянную вот эту мозгоебку. То есть, когда мы берем какую-то проблему и живем ей, не решая. Очень многие люди могли бы решить огромное количество своих проблем в гораздо более короткий период времени, но людям нравится это растягивать, вот знаете, вот годами это нести, вот прям вот страдать по этому поводу. Я, например, благодаря тому, что я наблюдала за таким качеством у людей, я для себя научилась ставить дедлайны, то есть, определять, когда я должна решить этот вопрос. То есть, я как бы его либо решаю, либо я его перестаю считать проблемой. Ну, например, у вас там, я не знаю, геморрой в жопе, простите, пожалуйста. Такой пример у меня, конечно, вечерний. Вот, и вы все время говорите, господи, у меня геморрой, геморрой, тебе говорят, ну сходи к доктору, ты говоришь, о боже, я не могу сходить с этим доктору, ну выпей таблетку, поставь свечку, ты, ну нет, и вот вы живете этим геморроем, вот вы должны для себя определить, что либо вы идете эту проблему решаете, вот у вас есть неделя, вы, блин, идете к доктору и ее закрываете, либо вы просто живете с этим геморроем, но перестаете на него жаловаться. Вот, в жизни все точно так же, если вы на что-то нудите, нудите, вот, это говорит о том, что вы не хотите это решать, вам просто нравится на эту тему нудеть, понимаете? Или у вас там течет кран, вот течет кран, он меня раздражает, я по ночам не могу спать, ну вызови кого-нибудь там, сантехника, ой, ну это же он придет, а меня не будет дома, если он скажет, о чем мы говорим. Так, эммм, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, так, жаль, что Ольга уже замужем. Вы знаете, это большой вопрос, жаль или не жаль. Например, вот нынешняя, наверное, я бы не вышла замуж. Вот сегодняшняя я. Не вышла ни в контексте того, чтобы меня не взяли, а не вышла в контексте того, что я бы, наверное, не хотела выходить замуж. Моя мама была замужем, ну, типа, три раза. Два раза официально, один раз в длительных отношениях, и сейчас четвертый раз еще в одних длительных отношениях. И когда я маме задала вопрос по поводу, когда была какая-то пауза, я говорю, мам, как оно вообще самой жить там? Она говорит, ты знаешь, вот вначале было так, говорит, непривычно, а сейчас, говорит, я вообще не представляю, чтобы с кем-то вот долго жить. Прикольно, сейчас у нее, ее жених живет в Одессе, в другом городе, и мама живет там с ним, иногда он приезжает сюда, но периодически мама живет сама. И она говорит, мне так нравится вот эта сама, и говорит, и я вот думаю, ну, зачем эти отношения скреплять? Вот так хорошо. Живешь себе, никто ничего никому не должен, и хотите вместе, вы вместе, не хотите вместе, вы не вместе. Я недавно, Сережа, сказала, что, ты знаешь, вот с тобой вот живу, но если представить себе, что когда-нибудь я останусь одна, в далеком будущем, замуж я не хочу, вот совсем, ну, как бы сейчас тоже бы не хотела. Так, помогите мне, не могу, по пять, почему не уживаются коллективы, вот те вещи, о чем вы говорите, я принимаю, они не, нет, можно отказаться от людей, с ними работаю, как найти выход. Так, написан какой-то, простите, словесный понос, но суть я понимаю такая, что опять виноваты люди, вы не можете от них отказаться. Вот вы знаете, есть такая классная фраза, она очень работает, она у меня как принцип идет, если вы не можете изменить обстоятельства, измените отношение к ним. Я иногда оказываюсь в различных коллективах, ну, скажем так, которые бы я не совсем могла назвать коллективами, где я бы, ну, круг моих друзей, да, или там круг людей, с которыми, типа, мне классно общаться. То есть там другие люди, они могут обсуждать темы, которые мне, ну, может быть, не очень нравятся или не очень интересны. Ну, бывают какие-то компании, да, такие, в которые вы по каким-то принципам попадаете. Первое, что я понимаю, это позволь себе быть собой, а другому быть другим. Ну, то есть эти люди есть. Я стараюсь найти в этих людях хорошее. Не сакцентировать внимание на том, что меня бесит, а найти в них, что в них есть хорошего. Вот я рассматриваю в людях хорошие качества, которые есть. Они есть абсолютно во всех людях. То есть я начинаю искать не то, что меня будет от них всяческим образом отдалять, а то, что нас может, наоборот, объединить, сблизить. Вот, это первое. Второе, я не стараюсь их переделать, да, там, научить их быть другими. Нет, ни в коем случае. То есть я проявляюсь так, как я проявляюсь, стараюсь не вызывать каких-то конфликтных ситуаций, там. Я понимаю, что мы просто находимся в рамках этой модели, в рамках работы или в рамках чего-то другого. Эти люди не обязаны мне нравиться, а я не обязана нравиться им. И я нахожу то, что нас может объединять, то, в чем мы можем быть друг другу полезны и интересны. Вот и все. И очень часто я замечаю, как люди начинают меняться, как люди начинают интересоваться, как люди смотрят мои эфиры. Я тоже знаю, что многие смотрят мои эфиры. Чему-то учатся, кто-то даже потом вдруг попадает на какое-то обучение. То есть вы должны понять, что нас бесит тогда, когда мы пытаемся переделать других людей, когда мы их сравниваем с собой. Но вы тоже не идеал, как и я не идеал. То есть у нас есть разные мировоззрения, разные взгляды на жизнь, и мы начинаем злиться только тогда, когда одни навязывают другим. Или мы ждем, что все теперь будут по нашим правилам жить. Нет. У меня полно людей, которые, знаете, я их знаю, которые жалуются на здоровье, на политику, на проблему, живут какими-то... Но я прекрасно понимаю, что это их жизненный выбор. Они так живут, у них есть для этого причины. На здоровье я могу похохмить, пошутить на какие-то вещи, но не буду никогда их там жестко подъебывать, рассказывать, что вы тут все глупые, неосознанные. Нет. Прелесть заключается в том, вот на Рерайтере, и в частности дальше в клубе, я учу людей, помогаю людям, учу, мне не очень нравится, помогаю, объясняю, как осознанному себе жить в нормальном мире. Это как человек, который правильно супер питается, да. Очень сложно, когда ты там не ешь мяса, рыбы, масел и куча всего, вообще жить в нормальном обществе. Даже в ресторан приходишь, по сути, нечего есть. Но тем не менее люди находят нормальное свое видение. Вначале, конечно, такой приходишь в ресторан, у вас ресторан дерьмо, у вас ничего нельзя правильно есть, сколько здесь калорий, выносишь мозг официанту, своим друзьям, никуда не ходишь. Но потом со временем ты перестраиваешься и учишься делать так, чтобы твое питание или там то, что ты не пьешь алкоголь, не мешало компании. Вот и все. Это вопрос навыка и привычки. Так, как перестать чувствовать себя должной, обязанной родителям и родственникам? Ну, а с чего вы взяли это должным? То есть вы опять-таки всегда ищите корни проблемы. Какая такая ситуация повлияла на то, что вы должны? С чего вы взяли это? Возможно, вам очень много навязывают это родители, там, говорили, что ты должен. Просто тут надо для себя разобраться. По сути, человек рожден, он ничего никому не должен. Ну, вот вообще, примите это для себя. Вы даже родителям своим ничего не должны. Это все навязанные чувства. Поэтому вы должны разобраться. Если я за что-то благодарен искренне, я хочу и считаю, что я должен вести себя так, окей. Но ни в коем случае не в контексте жертвы. Когда ребенок жертвует себя ради родителя и говорит, я не строю отношения, потому что моей маме не нравится этот партнер. Но вы должны понимать, что это ваша болезнь. Вам нужно тогда разобраться с тем, чего вы боитесь. Мы часто прикрываемся. Ну, я не могу, потому что это не понравится моей маме. Ну, в смысле? Камон. У меня была другая история. Моя мама всегда прикрывается мной. Еще с детства моя мама говорила подругам, например, что, ой, ну вы же знаете, какой у Оли характер? И она мне говорила, я им скажу, что ты не разрешаешь, чтобы они к нам пришли в гости. И вы знаете, я когда выросла, я потом уже маме начала задавать вопросы. Мам, ну а что у тебя за болезнь такая? Ты взрослая женщина, и ты сбрасываешь ответственность на меня. Ты не можешь сказать, что это ты не хочешь их видеть, но ты прикрываешься мной. Представляете тоже? Это опять-таки не потому, что мама плохая, но такую модель она себе избрала. Неосознанность. Неосознанность – это неумение размышлять и думать. Неумение. Привыкли, что мы должны соблюдать какие-то нормы. Ребята, кто эти нормы установил? Ну, задайте себе вопрос. Ну, кто установил эти нормы и правила? Ну, что это такое? Нормы и правила. Ну, вам кто-то что-то рассказал, вы в это верите. Установите свои собственные нормы, в которых вам будет комфортно. Это как нормы веса. Мне комфортно в 47, а вам комфортно в 80. И прекрасно. У нас просто разные нормы. Это не означает, что я худая скелетина, анорексичка, а вы жиротряс. Нет. У нас разные нормы. Этот мужчина мне нравится, а вам нравится другой. Вам нравится, вы женщина, вам нравится женщина. Это нормально. Это ваша норма. Я против вообще любых клише. Против хорошо и плохо. Ты так делай, ты так не делай. Нет. Я всегда стараюсь понять других людей перед тем, как швырнуть в них камень. Я себе задаю вопрос. Вот девушка мне сегодня написала в сторис интересный вопрос. Она говорит, что мне делать? Я замужем, но я общаюсь в интернете с другими мужчинами и типа развожу их на подарки. И все. Но вы знаете, я подумала так и думаю, блин, ну реально забавная, вот она чего-то не находит, ей нужны какие-то эмоции, ей хочется рыбку словить, но в таком виде. Ну что в этом плохого? Ну почему мы должны сразу же говорить, как она может, она себя там распутно ведет? Ну я не знаю, я понимаю, что в нормах общества это все может быть как-то не так. Но норма, я считаю нормой. Я вот своим детям очень сильно рамки нормы тоже расширяю. Потому что я считаю, что нас сильно зажали, и мы из-за этого сами и страдаем. Сами страдаем. Постоянно живем с чувством вины. И недавно услышала такую мысль в книге, она мне так понравилась, что если бы человек мог жить только настоящим, вот в этот момент он бы все время был счастлив. Потому что мы все время, мы едим, мы чувствуем чувство вины, что мы едим. Потому что мы едим и боимся, что теперь мы поправимся, или что мы едим не в то время суток, что мы едим не то. Мы с кем-то встречаемся, и мы боимся, что в это время мы могли провести время с детьми, или мы могли работать, а мы в это время сидим с другом. Или мы работаем и думаем, чувствуем, ощущаем чувство вины, что в этот момент мы что-то пропускаем в своей жизни. Вот мы все время, заметьте, очень редко находимся в настоящем, наш мозг постоянно заставляет нас ощущать чувство вины, я это очень хорошо знаю, потому что со мной это работает сильно, я как работоголик, как человек, который много лет провел в офисе, в круглосуточной работе, сейчас, когда я работаю без офиса, в свободном графике, и очень часто открывая глаза в 6 часов утра, я отвечаю на вопросы в чате, разбираю, сейчас у меня в рерайтере жизни, около 500 участников в чате, а у меня несколько чатов, и я кто-то в личку пишет, ну много с этим работаю, и вот бывает, что я 2 часа просто разгребаю это все, и когда наступает 8 утра, у меня бывает чувство вины за то, что уже 8 утра, а я до сих пор лежу в постели, то есть то, что я 2 часа лежала в постели просто и разгребала работу, я об этом забываю, у меня бывают такие иногда припадки определенные, опять-таки, когда я начинаю проводить с собой беседы, разговоры, разбирать, почему я это ощущаю, с чего я вдруг так взяла, какую жизнь я себе хотела, и так далее, и так далее, и так далее. Так, как понять, что живешь осознанно, я не могу разобраться в этом. Еще раз, в моем понимании осознанность это умение задавать себе вопросы, размышлять о них и думать, почему я так чувствую, почему я это делаю, что меня беспокоит, то есть когда вы начинаете задавать себе вопросы, не просто себя в чем-то обвинять или оправдываться, у нас 2 манеры ключевые, мы обвиняем, почему мы чего-то не можем, и мы оправдываемся, почему мы чего-то не можем. Когда вы берете ответственность на себя, когда вы понимаете, что это прежде всего я, а не они, и вы разбираете, что именно вы, что я здесь побоялся, здесь не проработал, здесь мне кажется, что у меня не получится, это тоже мои страхи. Когда вы начинаете разговор с собой, ваша осознанность начинает просыпаться. Так, вы можете избавить от панической атаки? Я не знаю, что такое паническая атака, поэтому скорее всего это все-таки работа с психологом. Я часто сейчас слышу от людей панические атаки, депрессии, я ко всему отношусь, знаете, в этом плане, скажем так, наверное, глубокого я не знаю, а так я отношусь ко всему этому, как к защитным формам человека на какие-то ситуации, и я достаточно жесткая в этом отношении. Поэтому, наверное, по этим вопросам лучше ко мне не обращаться, потому что я могу только выпороть, и все. Ольга, вы какого года? Что вы имеете в виду, какого я года? Сколько мне лет или что? Так, ага, да, спасибо большое, вы уже мне тут ответили. Человек страдает, потому что он не понимает, что он счастлив. Ну, вы знаете, это красивая фраза, но если ты действительно не чувствуешь себя счастливым, то, конечно, он страдает, вот, а не понимает, что он счастлив, ну, мой мозг никакую картинку не выдает, когда вы говорите эту фразу. Очень много есть каких-то фраз, которые хорошо звучат, но мозг их не воспринимает, вот мой не воспринимает. Вы психолог? Нет, я не психолог, не стремлюсь им быть, ничего профессионального в этом плане я не просто не заканчиваю, но и не хочу заканчивать. Мне очень не нравится, когда, ну, это мне, это неплохо, мне не нравится. Мне очень не нравится, когда появляются профессиональные термины, когда появляется, скажем так, когда уходит самобытность. Очень многие вещи мне были всегда непонятны именно потому, что их называли очень профессионально, рассказывали очень красиво, но мой мозг не в состоянии воспринимать эту информацию, ну, такое, мне сложно. И сейчас, когда я изучаю очень много всяких тем, книг, там, что-то читаю такого рода, я иногда замечаю, как мне приходится сильно напрягаться, чтобы понять, о чем идет речь, и мой мозг сразу же переводит это в какие-то очень простые образы, порой достаточно банальные, для того, чтобы суметь их донести до большой массы людей. Я очень плохо отношусь к тому, когда какие-то очень простые вещи объясняют сильно сложно, у меня есть такое ощущение, что люди либо стремятся показаться слишком умными, либо слишком глупо сделать меня. Мне это не нравится, вот, опять-таки, не потому что это плохо или хорошо, вообще старайтесь меньше давать этих оценок жизни, плохо, хорошо, неважно. Я больше делю все мое или не мое, то есть мне это подходит или не подходит, да, сейчас в ютюбе, у меня есть еще ютюб-канал, куда я тоже заливаю, заливаются, куда потом эти видео, эфиры в том числе, и там есть люди, которые, значит, там, начинают задавать мне вопросы, чем вы, вот вы начитались книг, я тоже эти книги читал, вот, что вы людей разводите, что вы людям можете дать, что доказать. Вы знаете, самое тупое, что можно делать, это сидеть и доказывать что-то другим людям. Всегда мы все удивительны тем, что мы плюс-минус читаем, узнаем одну и ту же информацию, смотрим одни и те же фильмы, рождаемся плюс-минус в одних и тех же широтах, мы все мальчики и девочки, но у нас очень разные жизненные результаты. Мы очень разную ценность несем в жизнь, мы очень по-разному себя открываем. И я бы задавалась этим вопросом, почему этот может, а этот не может. У меня цель, например, сейчас моя такая ближайшая, которую я поставила изначально, это тысяча человек каждый месяц, чтобы приходили ко мне в мой марафон «Рерайтер жизни», которым я занимаюсь, где мы, в общем-то, и проходим эту трансформацию осознанности и понимания того, как устроен наш мозг, и каким образом мы можем управлять своей реальностью, точнее, как мы ей уже управляем, а как делать это так, как нам нужно. И я вам хочу сказать, что попробуйте собрать хотя бы 10 человек, даже бесплатно, которые будут вас слушать. Я очень уважаю чужой труд, потому что я знаю, что любой человек, который делает что-то ценное, важное, который может собирать вокруг себя аудиторию, это прежде всего большая работа. И многие высмеивают блогеров, которые ведут аккаунты и зарабатывают огромные деньги, за что они их зарабатывают, попробуйте. Попробуйте собрать себе хотя бы тысячу человек, не говоря уже о ста тысячах или миллионе, попробуйте удержать эту аудиторию, попробуйте им что-то продать, попробуйте быть для них ценным, важным и сделать так, чтобы за вашей жизнью следили другие люди. Поэтому всегда все это вызывает у меня большие улыбки, и доказывать я, в принципе, никому ничего не доказываю. Доказательствами для меня являются скорее мои внутренние моменты и то количество людей, которые ежемесячно пребывают вокруг меня, и которые, самое главное, меняют свою жизнь. Ведь история не только про то, чтобы люди к тебе пришли, история о том, чтобы увидеть результаты. Мне очень приятно, что я сейчас вокруг себя создаю большое количество людей, с которыми мне интересно разговаривать, за которыми мне интересно наблюдать. Вот сейчас даже мы переделываем, у меня есть марафон «Рерайтер жизни», и потом у нас есть клуб, трехмесячная программа, а после этого все желающие попадают в Big Club, где мы уже, ну вот сейчас второй год уже находимся там. И сейчас я сегодня буквально сделала опрос для такую анкету для участников Big Club, которые помогают мне. Я их попросила поделиться своими навыками, техниками, идеями того, как улучшить эту программу, потому что очень многие люди уже создают свои собственные техники, придумывают свое собственное видение для того, чтобы научиться лучше собой управлять, с собой договариваться, с собой работать. Это самая увлекательная работа, вообще, мне кажется, из той, которой может быть, потому что выстроить самого себя, найти свой внутренний путь и понять, кем ты хочешь быть, куда ты хочешь идти, сегодня очень важно, поскольку, как мы видим, вся внешняя реальность – это какие-то качающиеся качели с этими странными карантинами. Уже второй год мы заходим с вами в такую какую-то реальность виртуальную, сумасшедшую, где то, сегодня все закрыто, завтра все открыто, сегодня можно, завтра нельзя, но нам нужно учиться в этом жить. Вот. Что делать, если твои родные обсуждают? Заняться своей собственной жизнью, прийти на рерайтер жизни и понять, как жить в этом неидеальном мире и при этом самому развиваться. Вы должны осознать, мир не идеален, примите это как составляющую, не пытайтесь его изменить, изменитесь сами и меняйте свое отношение. Хотите этому научиться? У меня есть рерайтер жизни. Приходите, я вас всему научу, без проблем. Какую книгу посоветуете прочитать для мотивации? Прочитайте мою книгу «Почему ваши желания не исполняются» и послушайте мою книгу «Зажигалка». Она есть на YouTube, она есть в Instagram, в IGTV. Что такое рерайтер? Рерайтер жизни – это марафон, который я веду. У меня есть ссылочка в профиле, вы можете зайти и там прям все прочитать, посмотреть видео, вам будет так понятно, чтобы я сейчас долго об этом не говорила. Многие думают, что Ольга умная, я в том числе. Ой, Вань, спасибо. Так, какие вы? Ты думаешь, ты такая умна? Нет, я не думаю. Я думаю, что умна такая вы, а я так просто сижу вечерком, попиваю пепси-колу черри и общаюсь с парой сотней людей. Умные у нас будете сегодня вы, официально вас назначаю. Как вы относитесь к вашим последователям, если они будут открывать подобные программы? Я ко всем отношусь хорошо. Вот, когда-то я вырастила свадебный рынок, если я выращу рынок осознанных людей, это будет означать, что у меня будет много Бентли. Всегда я очень благодарна людям, которые являются моими последователями, потому что после них ко мне всегда приходят, как к первоисточнику, все остальные. Пока еще у меня нет последователей в этом направлении, но я уверена, что они появятся. Я поставила себе цель здесь быть номер один, а для того, чтобы быть номер один, мне нужны все остальные номера в том числе. Так что за это поднимем бокал. Спасибо всем большое, что вы вечер провели со мной. Приходите на Рерайтер Жизни ко мне. У нас стартовал он 1 апреля, а следующий стартует 1 мая. Так что у вас есть для этого возможность. У нас скоро начнутся скидки на майский Рерайтер. Один день будет прайс минус 50%. У вас будет возможность запрыгнуть в пояс. Пробная версия у нас уже закрыта. В апрельский марафон уже попасть нельзя. Вот, собственно, и все. Поэтому поздравляю те пять сотен, которые пришли. И желаю вам крутой жизни, которую вы сами себе создадите. Всем пока. Я вас попрошу очень оставить, как всегда, отзыв после того, когда я публикую эфир в качестве небольшой платы за то, что мы провели этот вечер вместе. Просто напишите, понравился ли вам эфир и рекомендуете ли вы его смотреть кому-то другому еще. Спасибо.